Как дела? Как жизнь? Три, два, один! Фотография в Казахстане, до того, как пришел я, была это, знаешь, когда солнце держишь, я никогда в принципе не заморозился насчет этого. Когда я тебя вижу зеленым цветом волос на мероприятиях, я думаю, что он курил вообще вчера? И то, что все говорят, что это пропаганда, гомосексуализм, да какая пропаганда? С кем ты спишь? Сам ты сказал. С людьми сплю? Ну, хоть так. Эту ориентацию люди не выбирают, понимаешь, они ими такими рождаются. Всем привет, меня зовут Нурбиби и я открытая лесбиянка. Общество никогда не изменится, если такая как Нурбиби не будет об этом говорить. Геи так и будут всю жизнь бояться лесбиянки выходить из дома. Это разве жизнь? Я был недооценен и моя страна меня не приняла. Все хочется распродать и свалить нафиг. Здравствуйте, это программа «Без монтажа», где интересные герои рассказывают свои истории и вопросы мы не вырезаем. У нас в гостях сегодня Ян Рэй. Я, знаешь, когда готовился к этой программе, думал, как тебя обозвать? В принципе, ты такой человек-оркестр и был и фотографом, и владельцем модельного агентства. Сейчас ресторатор, и тусовщик, и светский лев. Кто ты? Вот у меня тоже всегда это спрашивают, на самом деле. Я вообще не знаю, как себя поисценируют. Даже ресторатором себя не могу назвать, потому что у меня нет ресторанов, у меня бары. Ага. Поэтому, блин, я не знаю. Наверное, какой-то просто, может быть, еще не придумали просто какой-то. Вот тра-та-та должно быть что-то. Вот в комментариях, давайте, как обозвать владельцем баров, да, как предложение. Зато ты скидку потом дашь. Возможно, возможно. Вот, так что действуйте. Ну, давай начнем с самого начала. Всем ты известен как Ян Рэй, но твое родное имя? А Ян. А фамилия? Мирам Газин. А не было желания, ну, вот уже, сменить, узаконить, да, в документах? Было. Я даже интересовался этим вопросом. В общем, в карантине я хотел это сделать, но цены были закрыты. В общем, сейчас какие-то там очень нужны документы. Я антидокументный человек, я не понимаю вот эту всю структуру, что нужно, где что-то брать, приносить, где-то что-то подписывать. Для меня это прям очень сложно. А в какой момент ты решил отказаться вот от своего имени, которое ты получил при рождении? Я учился в Лондоне, и я начинал работать с крупными изданиями и домами. И наши фамилии, к сожалению, там вообще никак не могли ее никак произнести. Ну, можно же сейчас там просто убрать, там, офф, иф, там, и так далее? Ну, вот у меня фамилия Мирам. Вот у меня фамилия Мирам Газин Офф. Я уберу Офф, Мирам Газин для них еще сложнее. Ну, то есть, она, во-первых, не влазила ни в какие вот эти вот, там же есть определенные такие блоки, в которых нужно по буковке вписывать, как вот самолетик, когда летишь. У меня даже туда не влазила фамилия, поэтому... И мы изучали в то время художника, известного Мэн Рэй. И я вот, в общем, решил быстренько туда подключиться. И, в общем, придумал себе Ян Рэй. А вот со сменой имени и фамилии, как ты думаешь, твоя жизнь изменилась? Вот у меня, да. Потому что я в девятом классе прям поменял фамилию. А был кем? Ну, я ее не озвучиваю, да. Но она тоже не влезала вот в эти графы в самолетах, да, когда ты заполняешь. И ты знаешь, и после этого, ну, действительно, какие-то такие чудеса стали происходить в моей жизни. Я в это верю. Я, ну, уверен, что да, это все влияет. Потому что, ну, не зря же, да, когда даже ты ходишь к астрологам, они спрашивают твое имя. И когда ты меняешь имя, ты должен сказать свое все-таки имя при рождении. И, наверное, это меняет судьбу, наверное, это меняет отношение людей к тебе и твое отношение, в принципе, к жизни. Ну, я думаю, что да. Но вот когда теперь ты обращаешься к астрологам, и они спрашивают твое полное имя, какое ты озвучиваешь? Аян. Угу. Ну, обычно они же спрашивают твое полное имя, настоящее, ну, как в документах. Да. По сути, ты говоришь вот то, что написано в удостоверении личности. Карантин заканчивается. Как ты провел время? Было полезно ли для тебя? Шикарно провел время. Я... У меня ничего не изменилось. Мы стали ближе с соседями, мы стали друзьями, мы начали заниматься йогой вместе на крыше. Мы ходили пешком вокруг нашего комплекса. У нас такой, знаешь, комплекс, он как пансионат. Да, мы смотрим и завидуем, да. И мы, в общем, с утра до вечера занимались своими какими-то бытовыми вещами. Я начал готовить, понимаешь, я понял, что есть продуктовые магазины, я начал ездить за продуктами. Я потом понял, что есть дорогие, есть дешевые. А до этого ты питался только... Ну, только в ресторанах. Постоянно. И тут как-то я заехал в один шоппинг-молл, купил два пакета и заплатил за это там 50 тысяч тенге и ничего не понял. Вообще поел на одного человека, понимаешь? Потом как-то поехал на зеленый базар и на 50 тысяч купил столько вещей и до сих пор это жру, понимаешь? И понял, что, оказывается, все-таки важно, где что покупать. Получается, самый главный такой кейс, который ты получил во время карантина, это ходить на зеленый базар и можно купить подешевле? Конечно, у меня были определенные разговоры с самим собой. Я сделал для себя какие-то определенные выводы, потому что карантин, естественно, поменял меня, поменял нашу жизнь. И вообще, в принципе, отношения людей, мне кажется, мы стали более осознанными. Я начал понимать, допустим, что мне не нужны какие-то огромные деньги для того, чтобы просто быть счастливым, жить свою жизнь, не кайфовать. Мне не нужны телефоны, машины, дорогая одежда, дорогой алкоголь. Я понял, что, опять вернусь к алкоголю, да? Потому что, если там покупаешь, допустим, ящик вина, то ты просто тратишь деньги впустую. Проще купить бутылку водки и все понятно. Сразу дешево сердито. Получается, алкогольные пристрастия у тебя изменились? Ну, в том числе. Ну, это от дома. А вот когда ты будешь в кругу своих светских друзей, ты можешь спокойно заказать себе шампанское подешевле? Ты знаешь, я начал... Тебе не будет стыдно? Вообще нет. Почему не должно быть стыдно? Ну, не знаю, имидж. Да нет. Это же все показуха, это все какие-то ярлыки, которые мы вешаем на эти лейблы. Они не имеют никакого значения. То есть, самое-то в итоге, там, главное, это эмоции и веселье, которые ты получаешь. А как ты добиваешься этого? Это уже, ну, просто детали. Ну, получается, для тебя сейчас лейбл — это просто этикетка на одежде. Оно всегда для меня было так. А, да? Ну, казалось, что наоборот, что вы прямо вот все только по маркам. А, нет, ты что, у меня на самом деле, я вообще не заточен на брендах, на марках. Я могу спокойно одеваться в H&M, там, Zara. И я умею это смешивать с Zara Gaming. То есть, допустим, обувь у меня может быть дорогая, например, да? Какие-то аксессуары. Но какие-то базовые вещи я обожаю в H&M, например. И, видишь, главное же это стиль, как ты умеешь это все подобрать, сочетать друг с другом. То есть, не обязательно. Если бы у меня было очень много денег, я бы покупал всю самую последнюю коллекцию, это бы не означало, что я стильный, понимаешь? Ты бы просто говорила, что у меня есть деньги, я могу тратить это на эти шмотки. Но в итоге самое главное — это уметь сочетать эти... Это не отговорки или просто... Просто я прочитал одну фразу твою, да, цитату. «Я очень экономный, не тратюсь на то, что мне не нужно». Вот и сейчас ты говоришь, что можешь комбинировать. Это как отговорка в данный момент? Или все-таки, ну реально, ты вот с головой, и ты понимаешь, зачем мне покупать эту рубашку за такой прайс? Лучше я в H&M куплю четыре, и потом их буду совмещать. У меня очень большой гардероб. И вот, как сказать, я все время подхожу... Я деньги зарабатываю сам, понимаешь, своим трудом, и я знаю ценность этим. И когда я подхожу к определенной вещи, там, не знаю, рубашке, которая стоит 500 долларов, я знаю, что я надену ее один раз. И тогда у меня включаются... У меня же есть там определенные персонажи, которые живут во мне, как и у всех нас, с которыми я веду вечные беседы, разговоры. И один из них это какой-то, наверное, там, ну не алчный, но, наверное, какой-то экономный человек, который говорит, ну нафига тебе тратить там сейчас на эту рубашку 500 долларов, когда ты ее наденешь один раз. И в этот момент у меня включается вот этот мой персонаж номер три, да, который экономит мои деньги, мой бюджет, мой финансист. Есть та вещь, о которой ты мечтаешь и вот хочешь ее себе. Но твой финансист внутри тебя говорит, успогозья. Ты знаешь, нет, я все время, если мне что-то хочется, я это себе покупаю. Я привык к тому, что я себя организовал до такого уровня, чтобы себя не обижать, как внутреннего себя, внутреннего ребенка не обижать. Поэтому, если мне что-то нужно и у меня есть на это деньги, я должен это купить. Потому что, не потому что там я вот так захотел, а потому что, если у меня появился этот позыв, этот импульс, я должен на него ответить. Если я скажу нет, значит, я обижаю себя. Обижаю себя и последствий там очень много. То есть там начинаются другие вещи, которые за собой тянут от этого обидчивого ребенка. Поэтому, естественно, у меня нету каких-то там супер нереальных желаний, не все исполнимые. Но, слушай, мы живем, у нас жизнь одна, ты же понимаешь, да. Поэтому, если есть деньги, то нужно их тратить. Тратить их на эмоции, тратить их на путешествия, на алкоголь хороший, на общение с друзьями, на кафе, на рестораны. Потому что вот этот синдром накопленной жизни, отложенной жизни, как вот наши родители привыкли жить, да, мы все время, наши родители все время откладывали для чего-то, для того, чтобы потом, как бы якобы, мы там их пойдем потратить. Понимаешь, и до последнего они же работают, пока у них там уже срок пенсии не подходит, там, возраст. И они это все откладывают, а потом эти же деньги тратить уже некуда им. Уже неинтересно, и путешествовать как бы лень, и шмотки дорогие им покупать тоже не хочется. Поэтому я научился жить сегодняшним днем. Но ты откладываешь, не знаю, депозит складываешь. Да я не вижу в этом смысла. У меня есть какой-то там запас, да, какой-то, который я держу в случае чего-то вдруг. Но не так, что я сижу, все коплю и это все складываю в ящик какой-то. Карантин сейчас вот все так повернул на 180 градусов, да, и твой бизнес связан в основном с развлечениями. Как ты видишь, как будет складываться ситуация дальше? Произошла ли какая-нибудь диверсификация бизнеса у тебя? Я думаю, что мы такие люди, что мы быстро адаптируемся. Для меня карантин, как будто его уже и не было. Вот мы сейчас сидим с тобой, да, неделю назад я сидел дома, отмывал руки там, в перчатках ходил, понимаешь. И сейчас же этого нет, мы все сидим здесь без масок там и все остальное. Мне кажется, мы такие люди, что мы быстро все начинаем, мы ко всему быстро привыкаем. Для нас карантин это все равно своего рода была рутина. Там не было эмоций. Они были, но это были очень простые бытовые эмоции. Либо что-то поесть, что-то там выпить, чтобы там был чистым, чтобы там что-то можно было посмотреть новый фильм. Но эти эмоции, они за дня в день почти одни и те же. Плюс-минус, они колеблются вот в этом промежутке. Как ты только выходишь из карантина, у тебя появляется куча возможностей, понимаешь. И эти эмоции, они быстро заполняют тот самый диск, который в твоей голове, диск эмоций, да, он же быстро заполняется. И у тебя карантин остается просто как что-то некое, такая вот эфемерное что-то, понимаешь. Ну, после него, когда мы все вышли на свободу, появляется огромное количество сложностей, которые возникли в этот период. Те же самые оплаты вот ваших сотрудников. Вы плачивали ли вы им деньги, сократили ли персонал? Мы не сократили, ну, может быть, одного-два человека убрали. Мы оставили зарплаты, во время карантина я не оплатил зарплату, потому что я не мог их платить. Ну, так как я же беру все с оборотки, у меня ничего не работало, поэтому я не имел такой возможности. Поэтому, ну, мы сейчас все вернулись. Ну, думаешь, вернется, все равно происходит сокращение, да? А приток, приток твоих гостей, ну, тоже уменьшился. Ну, и доход, соответственно, сократился. Пока непонятно, сейчас не могу ничего сказать, потому что прошла неделя. Ну, вот неделя вы проработали, вот неделя, да. Что ты можешь сказать? В первый день открытия ресторанов у нас было все прекрасно. У нас там люди веселились, мы соблюдали дистанцию, мы сидели в двух метрах друг от друга, там у всех маски, тра-та-та. И вот весь зал, кто-то там, друг друга никто не знает, но при этом кто-то поднимает тост, начинает орать. И вот это все подхватывают волной, люди, гости, понимаешь, и мы все прям заодно и потому что. Вот. Было весело, чуть позже люди подсократились, там во вторник, в среду, в пятницу опять вроде все было хорошо. Ну, это потому что была какая-то заначка. Люди, по сути, во время карантина так особо не тратились. Но сегодня они пришли там в ресторан, заплатили, завтра, послезавтра, но дохода же такого же нет. Ну, так же сейчас все восстанавливается, сейчас люди все работают, сегодняшнего дня работы ТРЦ, сауны там и спортзалы. То есть сейчас уже, в принципе, все люди вышли на работу. Окей, давай поговорим с тобой про модные вещи. Ты неоднократно в своих интервью говорил о том, что государство поддерживает спортсменов, но не поддерживает дизайнеров. Казахстан, он какой-то вот про спорт какой-то. Не знаю, у нас все время вкладывают какие-то боксеров, каких-то, что там еще у нас? Что у нас известно? Бокс, какой-то крест, велоспорт, бокс и борьба. Как будто какая-то агрессивная страна была. Есть ли какие-то изменения сейчас? Нет. Все те же самые вещи, я до сих пор об этом думаю. У нас проблема в том, что, как мне кажется, в культурном плане очень слабая поддержка именно вот этой прослойки людей. Не изучал я этот уровень поддержки по поводу спорта, но, насколько я это вижу сейчас, спорт более актуален. Да, вот бокс там, борьба там, какие-то UFC. Но они поднимают флаг за территорию нашей страны и это таким образом делают продвижение Казахстана. Понятно, но они же не только они это делают. Есть же еще другая прослойка населения, которая занимается творчеством. Понимаешь, у нас единственный музей, это музей Костеева, который вы прекрасно знаете в каком состоянии. А ведь та же самая Италия, понимаешь, где все дизайнеры, та же самая Франция. Допустим, я ее знаю со стороны, там, творчества, ну, именно культуры. Понимаешь, я не знаю ни одного там французского боксера. Но у нас реально проблемы с этим. А как изменить, а как изменить? Ну, уже все, это же вся, в общем, все это гниет с головы, понимаешь, вся рыба эта. И мне кажется, что все-таки нужно тогда именно, ну, то есть, мне кажется, нужно четко разделить культуру и спорт. Хотя, по-моему, это как-то вот в одном ключе у нас всегда, там, культура и спорт это типа какого-то, или туризм, что-то. Ну, они как-то были совмещены, да. Совмещены, да. Но, как мне кажется, что это все-таки должно быть все-таки так раздельно тогда уже. Ну, мне кажется... Потому что, мне кажется, один человек не может быть и культурным, и спортивным. В плане, он не может быть боксер и рисовать. Может, конечно, но это не так абсолютно. Просто сейчас носить лейблы и выглядеть дорого-богато, ну, это такой моветон, нет? Да. Все равно сейчас тренды меняются. Хочется уже, ну, не тратить деньги на джинсы, которые, да, загрязняют экологию. Да. Что-то проще. Тогда зачем вкладывать в это? Зачем нужны эти фэшн-показы? Смотри, я никогда не говорил про дизайнера, потому что, ну, для меня культура – это все вместе. Это и художники, это и фотографы, которым я являлся когда-то, да. Это и люди, которые занимаются вообще, в принципе, творчеством. Дизайнеры – они тоже часть этого. Но, опять-таки, отвечая на твой вопрос, да, вот, допустим, там, не знаю, казахстанский дизайнер шьет джинсы. Это же все поддержка, как раз-таки, вот этой легкой промышленности. То есть, если ты купишь джинсы не, там, в H&M или в Zara, купишь у казахстанского дизайнера, то какому-то одному казахстанскому дизайнеру, там, он станет на 5 тысяч деньги богаче. Соответственно, все деньги остаются в стране, понимаешь? И экономика, в принципе, будет повышаться. А какие деньги остаются в стране? Ну, в плане того, что мы понимаем, что это такая глобальная проблема, да, и сейчас беседы между нами ничего не изменят. Те же самые джинсы. Чтобы этот дизайнер их сделал, он должен завести пуговицы, там, из Китая, ткань из Турции. Ну, правильно, а маржата остается у него? Он платит своим швеям, понимаешь, он платит своим конструкторам, которые работают в его компании. Эти все люди, которые должны приносить домой какие-то деньги, кормить свои семьи. Ну, вот и поэтому, из-за того, что весь, ну, как бы, да, действительно весь материал, да, он импортируется из-за рубежа, соответственно, стоимость казахстанских джинсов и джинсы, которые висят в H&M, ну, ценник разный. Понятно. Ну, значит, у нас же был раньше завод АХБК, например, помнишь? Сейчас где-то, я не знаю, что с ним, короче. Но это же все тоже можно все восстановить. Мы же раньше производили свой хлопок. Вот, вот. Я к этому и веду, что перед тем, как поднимать эту проблему, мы должны в первую очередь себя обеспечить промышленностью. Это целый комплекс, ряд вещей, которые друг за другом все идут. И если, поэтому говорю, что рыба гнезд в голове, что нужно не только там поддержать одного дизайнера, понимаешь, это нужно полностью всю эту легкую промышленность пересмотреть. Моя самая главная мысль во время карантина была та, чтобы после всего этого, когда эта пандемия закончится, мы все-таки себя обеспечили. Товары, мы не были товарозависимыми от других. Может быть, будут какие-то изменения. То есть ты считаешь, что это самое главное? Просто чтобы были продукты? Нет, нет, нет. Чтобы мы могли производить тот же, те же самые материалы. Да, чтобы мы стали независимыми, как страна. Да, чтобы мы ничего не завозили, а все это производилось в нашей территории. Потому что завтра опять граница закроется, и мы останемся сносом. Мы же богатейшая страна, у нас вся периодическая таблица там. Мы можем это все делать, по идее? Ведь можем? Конечно. И у нас очень много богатых, стильных, успешных людей. Давай сейчас немножечко поиграем с тобой. Я хочу, чтобы ты посмотрел на фотографии светских львиц Казахстана, и проговорил про их образы, и, может быть, составил рейтинг именно той, которая, на твой взгляд, всегда умеет совмещать стиль, одежду, и выглядеть просто так ошибательно. Ну, давай. Давайте посмотрим. Так, Виктория Муминбаева. Виктория Муминбаева. Что я должен говорить? Ну, вот оцени ее лук и вообще в целом, как персонаж. Ну, Вика как персонаж, в смысле у нее очень сильная энергетика и харизма, поэтому и она все равно ее пытается совмещать со своим внешним видом. То есть она вот всегда такая очень громкая, всегда такая вот позитивная. И как раз таки ее вещи, как раз ее, мне кажется, вот ее характер, он ее, ну, подчеркивает, я так бы сказал. Она всегда же яркая такая прям. Ну, гламур, вот выпячивать сейчас на показ, это актуально? Ну, а здесь что она выпячивает? Ну, я просто слежу, вот иногда смотрю ее профайл в Инстаграме, да, ну вот. Ты знаешь, я понимаю, о чем ты. И в какой-то момент я тоже подумал, почему мы должны стесняться или почему мы должны быть скромнее, для чего, да. Вот если я, допустим, у меня есть какая-то заслуга, почему я должен себя же принижать или не договаривать это? Опять-таки мы обижаем самих себя. Если ты что-то сделал, если ты чего-то добился, если у тебя есть возможность купить такую-то сумку, пусть будет за 10 тысяч долларов, то почему ты должен этого не делать? Окей, следующее. Мадина Сулейменова. Мадинку я обожаю. Мне кажется, у нее такой роковой стиль, и она прям умеет, понимаешь, себя вот в это платье, прям надеть это платье и красиво в нем выйти. А во сколько ты бы оценил этот лук? Ты знаешь, я думаю, что это какой-нибудь Александр Ватье на ней, наверное. Это ее любимый бренд. Я же не разбираюсь в этих ценах. Да, мы не про цены. Окей, дальше. Диана Азимова. Ну, у Дианки, мне кажется, всегда такой очень женский, женственный, я бы сказал, образ. Она нежная и... Ну, я даже не знаю, что про образ сказать. Здесь я даже не вижу, что это, если честно. Такой-то голубого цвета, да, это? Что-то белого. Или белого. Окей, дальше идем. Айсул Ахимова. Ну, здесь все классно. Мне нравится, что у нее такой дезерт-лук в таких вот camel-оттенках. Где-то она где-то за границей, по-моему, сидит. А ты обращался к ней за консультацией? Я как-то обращался, да, как-то, по-моему. Честно, не помню. Но что-то мы где-то совмещались с ней по проектам каким-то. И был какой-то короткий разговор, я помню. Но ты часто, да? Ну, может быть, не часто, но пользуешься услугами, эзотериков? Пользовался. Сейчас я меньше перестал это делать, потому что я понял, что я могу, в принципе, все это делать сам. То есть мне не нужна какая-то помощь извне. Потому что я как-то начал понимать, что я это могу, в принципе, контролировать. Следующая модница – Камила Курмани. Лично мне кажется, что вот здесь, по-моему, обувь Праду у нее какая-то последняя коллекция. Но вот в этом есть какая-то киберпанкность, да? Ты чувствуешь вот какая-то вот неженственность? Я все равно привык к тому, что девушка, она должна быть более… ну, все-таки девушкой, наверное. Какая-то должна быть легкость и сексуальность, наверное. Дальше. А здесь какая-то вот… Чуть-чуть такое нео-матрица, да? Да-да-да, матрица что-то. Ну, Лили и Рак, я вообще считаю, что одна из самых стильных здесь. Поэтому даже добавить нечего. И последняя фотография – Евгения. Евгения Тян. Евгения Тян, да. Женька, да. Женька очень стильная. Мне кажется, она такая… Она вот очень серьезно всегда подходит к каким-то вот ивентам и мероприятиям. Она прямо продумывает свой образ. И у нее всегда очень все сложно. Видишь, у нее там и шляпа, и перчатки какие-то, и сумка, и какой-то пояс, и рубашка. Все это друг на друге. И вот эта вся вот эта сложность, она, конечно, она это умеет все сочетать. Как фотограф, с кем бы ты с удовольствием из них поработал? А я работал со всеми из них. С кем было более комфортнее? Кого ты считаешь кона стиля? Ну, мне очень нравится, как… Мне очень нравится вкус Лилии Рах. Я с ней работал. Единственное, что Лилия, она очень импульсивная, она очень такая эмоциональная. Я все-таки привык поспокойнее работать с людьми. Поэтому, если брать стиль, это отдельный вопрос. Если брать с кем работать, то, наверное, с Дианой Зимовой, наверное. Ну, сейчас вот разница колоссальная. Все-таки люди стали лучше одеваться, чувствовать стиль. Ты знаешь, да. Я думаю, когда появились… Я сейчас про молодежь говорю, да, вот мне нравится, что я слежу за… еду по улице и вижу молодежь, и вижу, что они… у них вкус уже начал быть как-то чуть получше, что ли. Скорее всего, потому что появились вот эти масс-маркет-бренды. Они стали доступнее, они стали… То есть, если раньше они приходили сам одеваться на барахолке, да, то сейчас они могут спокойно пойти за эти же вещи, за эти же деньги купить там… Вечен МЗАР, Бирка, Пулл НБР. А почему ты стал фотографом? Ну, у меня была мечта уйти в творчество. Я какое-то время работал в нефтяной компании, и я это все решил бросить и полететь в Лондон, заняться своим образованием. А нефтяную компанию тебя что? Завело родители? Да, у меня вся семья, все мои родственники, они всегда… Я же из Актауса, да, и мы там были очень приближены именно к там все нефтяники, там все завелись нефтью. Для меня эта профессия была не совсем моя. И я в какой-то момент решил, что я хочу заниматься в жизни тем же, чем я хочу заниматься. И меня не мотивировали ни деньги, меня не мотивировало ничего, ни статус, ни положение… В смысле, деньги не мотивировали? Потому что, кажется, ты состоятельная семья, да? Ну, я не скажу, что я состоятельная семья, в смысле нас никогда… У меня мама была учителем английского языка, а пап работал в стартовой компании. То есть у меня не было никаких, никогда каких-то там ни водителей, ни машин своих, ни охраны и все такое. То есть такого нет. Мы были обычной семьей, которая из Актау переехала по работе мам, потому что она была переводчицей… Потом она после учительницы английского стала переводчицей. А ее компания переехала в Алмату, и маму перевезли сюда. Потому что на то время было очень мало… это был 98-й год. В то время было очень мало людей, кто знает носителей казахского, английского языка. Вот. Мы поэтому оказались в Алмате. И здесь меня разорвало на части, понимаешь, когда октавовский мальчик черненький приезжает сюда, и тут ты видишь мегаполис, и ты видишь, как здесь все развивается, что все такие разные, все такие интересные. И меня понесло чуть-чуть туда. Я решил для себя, что я буду всегда заниматься тем, чем я хотел бы заниматься. Туда понесло, потому что внутри, может быть, в тебе сидело, да? Во мне сидело. Потому что все-таки то настроение из Актау, оно сдерживает. Нужно контролировать свои эмоции, а тут веселье… А у меня же еще и рыба, то есть рыба, они всегда творческие, они всегда их несут куда-то туда. И в Актау было, конечно, сложнее заниматься каким-то творчеством. Сюда я прилетел, и меня, конечно, начало разрывать. Ну, мне показалось, что путь фотографа – это такой достаточно, ну, не скажу, что сложный, чтобы вернуться в Алматы, заявить себя, показать себя, ну и, конечно же, это хорошее знакомство. Чтобы что, стать фотографом? Нет, чтобы попасть в лица в эту среду. Фэшн и гламура. Я… Потому что твои работы вызывали интерес, они же были какие-то громкие… Так это и был мой такой определенный способ заявить о себе, заявить о том, что вот поставить свое имя на карту этого… Даже какие-то награды, да, у тебя там были? Ну, твои работы вот публиковались в лучших мировых изданиях, в «Ок Италии», «Харфер Базар». Да, наград у меня много, они вот у меня дома там лежат, стоят на определенной полке, там всего куча. Мне даже дали награду в Корее, меня пригласили в Шкарию, дали мне награду и заслуга перед Азией. Но в 2019 году ты сказал, что с этим… Я быстро перегораю. Я быстро перегораю, потом я не получил того… того, как-то по-русски сказать, господи, это слово… Когда вот тебя вот, в общем, оценивают… Ну, тебе вот, в общем, тра-та-та, вот тебе там награда там… Как называется? Регалии? Ну, вот когда мои регалии… В общем, мне кажется, я был недооценен, и моя страна меня не… Не приняла. Не приняла. Не поняла. Не поняла, не поблагодарила и не дала мне ничего. А мы люди творческие… А что ты хотел получить за это? Слушай, ну, мы люди творческие. Нам всегда нужно, что наш труд, он должен как-то быть оценен. Понимаешь? Кто-то должен тебе сказать, дать тебе какую-то награду, сказать, молодец, спасибо, что ты в культуру этой страны сделал какой-то вклад. Это сделала Корея, но это не сделала Казахстан. Я после Кореи приехал и сказал все. Я добился своего, пусть не в нашей стране, пусть где-то там. Слушай, ты не думал о том, что, допустим, много таких историй, когда наши получают какие-то победы там, а после ты уже король у себя дома. Может быть надо было чуть-чуть подождать? А все, у меня триггер сработал, видишь, у меня в мозгу уже галочка появилась. И я отошел. Я дал путь более молодым ребятам. Я столько не съел негатива в свой адрес, когда в то время, когда был контакт, еще помнишь, не было ни инстаграм, был фейсбук и контакт. Я все свои работы выкладывал в контакте, и это были фотосессии голых мужчин там на Копчага и девушек. И у меня были очень... Ну, я говорю про тот период, когда фэшн-фотография в Казахстане, до того, как пришел я, была это вот, знаешь, когда солнце держишь. И такой еще фотошоп, фотошоп, фотошоп корявый. Это когда-то девушка там стоит в платье, около березы обнимает. И это вот считалось... И обычно почему-то так сильный рет уже был в то время. До тебя. Это прям сильно. Такие пластмассовые куклы все были. И вот эти вот были Наташки, понимаешь, вот эти вот с буферами огромными. Вот. И прихожу я и показываю абсолютно другую альтернативную моду, где там они полностью андрогенные личности, субтильные там мальчики, и у них все такое маленькое, у девочек там сиськи маленькие, понимаешь. И для нашей аудитории это был прям шок-контент. Типа, ничего себе. А другие фотографы... Они... Слушай, я столько сделал этого негатива в мой адрес. Но меня это больше подогревало, и я наоборот хотел доказать, что нифига, вот будете смотреть теперь на это. И тем самым я, в общем, людям дал, понимаешь, альтернативу. У них уже глаз привык, когда появились третий и четвертый фотограф, уже на них такого негатива не было. Но это всегда же так. Всегда так. Это, в принципе, нормально, когда появляется что-то новое. Конечно. И ты другой. Да. Ты, соответственно, получаешь от этого общества, потому что они не хотят терять свой лакомный кусочек, и самое главное для системы, чтобы вы все были большой серой массой. Да. Мы все должны быть в системе, нас все время даже контролировать. А тут не получилось. Но это значит какой-то вот характер, потому что вот пойти против этой системы не каждый может. Ты такой лидер. Да. Да. И, как я понимаю, в тебе есть такая классная черта, что ты можешь быстро с одного переключиться на другое и при этом делать хорошо. Я переключаюсь с одного на другое, причем переключаюсь с абсолютно разные вещи. То есть не то, что там, знаешь, если бы я был фотографом, я бы стал видеографом, потом бы стал монтажером, к примеру, да. То есть я выбираю абсолютно другие профессии, в которых я ничего не знаю. Потому что я всегда хочу учиться, всегда хочу учиться чего-то нового. А какая сейчас судьба у твоего модельного агентства? Я знаю, вы открывали что-то в Сингапуре, да, представительство? В Астане. Сейчас этот бизнес действует? Этот бизнес действует, он работает. Вот я от него, конечно, отошел, потому что для меня это уже совсем давно было. Это для меня совсем уже неинтересно. Потому что я же расту, а для меня это все равно как… Это вот определенные мои вот эти вот ступеньки, по которым я шел, но я не сжигаю эти мосты, понимаешь, они как бы там остаются. То есть это все работает. Где-то я тоже читал, там была такая фраза, что ты произнес ее там «Мне нравится, я люблю спать с моделями». Спать с моделями? Да. Где-то было у меня такое… Что-то у меня такое… Сейчас, можно? Сделайте паузу. А, вот. Ну да-да-да. Вот. Признается о частных отношениях с моделями и что часто ходит в секс-шоп. Вот. Что это такое? Подожди. У меня такую фразу. В каком-то интервью было? Нет. Точно? Точно нет. Да, частенько. Господи. Ну, наверное, в последний раз, когда я был в Париже, там, типа, месяца два назад. Ну, а было такое, что тебе нравилась модель и у тебя был служебный роман? С моделями я не спал. Мне, знаешь, мне нравится их… Ну, я же вот вижу глазами, понимаешь, и люблю тоже глазами. И чисто… Почему я стал фотографом? Потому что я хотел какую-то эстетику. Я хотел эстетику, я хотел заниматься там этой ретушью, я хотел давать что-то новое. И хотел работать с красотой. И поэтому все, все мои вот дальнейшие работы, они были связаны, в принципе, с красотой. И чисто визуально мне это все нравилось, но никаких сексуальных там движений с моделями не было. Вот, несмотря на всю твою эпатажность, ты все-таки на работе. Ну, я чуть-чуть на работу. На работе чисто работа. Конечно. А как вы пришли, как ты пришел, ну, не знаю, к барному бизнесу? В общем, был бар у Аскара Байтасова, назывался он «Ракета». А, да-да-да, помню такой. У нас всегда был там один и тот же стол, всегда за нами зарезервирован. Как-то мы там, в общем… Ну, то есть, неважно, приходим или нет, всегда за нами был стол. В какой-то момент мы пришли, этот стол отдали другим ребятам. Мы разозлились. Просто посчитали, сколько мы потратили за год за этим, ну, в этом баре. И понял, что за эти деньги мы можем сделать себе свой бар. И тогда у нас будет всегда наш стол, никто нас собирать не будет. Мы будем пить свой алкоголь и будем звать своих гостей. И вот, в общем, можно сказать, благодаря Аскару Байтасову он нас подтолкнул, меня подтолкнул на вот эту идею вложиться в свой собственный бар, что сейчас является моим, собственно говоря… – Но ты единый владелец? – Нет. У нас был чат, назывался «туускандар». У нас было очень много людей с разных стран, и мы все… то есть, в основном, это москвичи были, да, и вот они все приезжие здесь работают. И мы с ними как-то заобщались, и мы друг друга назвали «туускандар» в этом WhatsApp был чат. Когда мы открыли первый бар, у нас появилась идея назвать его «туускандар», потому что мы как раз такими учредителями были все вот эти друзья. И вот, и оттуда все это пошло. Первый бар у нас был неприбыльным, мы его закрыли. Потом мы еще раз решили попробовать. И вот с того времени я только этим и занимаюсь. – Но вот именно в этой деятельности, да, за что ты отвечаешь? – Я не знаю, за что отвечаю. Я, наверное, отвечаю все-таки за наполнение, за маркетинг, за вот веселье, потому что люди все-таки приходят на меня. – Ну так просто… я знаешь, почему я это спросил? Потому что есть такая система, когда просто привлекает публичного человека, и он является на самом деле амбассадором, но никаких функций он там не исполняет в самом процессе, просто приходит, тусит, веселится и снимает все в Инстаграм. У себя так или нет? – Да, я делаю это так, но помимо этого я прихожу на собрание, я занимался стройкой. Я люблю стройку, понимаешь, я люблю строить, что-то творить, когда вот ты видишь просто комнату и ты пытаешься из нее что-то сделать красиво. Я вот это люблю, там, весь процесс. Я не финансовый человек, я не могу считать деньги. Если я начинаю заниматься деньгами, то у меня все начинает неправильно идти. То есть перекрывает мой канал творчества. И поэтому у меня есть партнер, который занимается финкой, я занимаюсь больше такими творческими вещами. – А на Mercedes Fashion Week чем ты занимался? – То же самое. У нас есть Жанеля, у нас есть Дана, они занимаются, мы все распределились своими этапами. Я арт-частью занимался, я был арт-директором. То есть самая площадка как-то выглядит в свет, музыка, вот это все. – А в этом году вы планируете? – Пока непонятно. Вот сейчас вот… – Ну как-то может быть какие-то показы без зрителей, онлайн-трансляция, все все меняется? – А все уже все закончилось, уже можно все это делать. Или нет? – Ну мне кажется, это как-то… Я считаю, что онлайн – это вообще очень все удобно. Во-первых, никуда не надо ехать, не надо собираться. Это как учиться дома. Тоже самый раз, учил, посмотрел показ своего любимого дизайнера и такой, он классно сделал себе. – Ну а как же вот этот вот сам момент общения с людьми? Как же вот это вот стоять с шампанским, тра-та-та? – Но вообще ты не любишь одиночество. – Гуля-ля-ля-ля, как дела? – Вот ты не любишь одиночество. – Нет, я абсолютно экстравер. – У тебя всегда нужно, чтобы… – Я не могу находиться с человеком один на один, я не могу находиться один, в принципе. Мне нужны минимум три человека. Если я не люблю даже спать, потому что мне кажется, что-то упускаю, понимаешь? Я в день сплю очень мало. И я лучше больше времени буду awake, да, ну то есть в сознании. Потому что тогда я что-то буду делать, что-то читать, что-то где-то смотреть, с кем-то общаться. – Ну вот у тебя есть такая черта, говорят… Вот я беседовал с твоими друзьями, они говорят, что ты хороший друг, и самое главное, что он не нарушает личностного пространства других. Как бы ты и с ними, и Вася-Вася, и Шумгам там, да, но и при этом как бы, да, ты особо не прилипал. Бывают же такие, которые, а что делаешь, пойдемте вот это, а пойдемте так. – А, ну да, абсолютно. Ну как бы всегда таким был, я никогда не нарушал чужое пространство, я никогда не лез в чужие дела, меня никогда не интересовало, кто с кем спит, и я не люблю, когда мне лезут с этим вопросом. Хотя, в принципе, я всегда открытый, я могу обычно об этом спокойно говорить. – А с кем ты спишь? – Ну ты сам-то сказал, спроси. – Ну, спроси, ты хочешь я что-то? – Ну, я не знаю. – С людьми сплю? – Ну, ну, хоть так. Замечательно. – Мало ли. – Ну, мало ли. Знаешь, в наше время сейчас, когда ты читаешь новости, понимаешь, что… – Это уже тоже хорошая новость. – Да, да, да. И еще есть такая черта, значит, тебе интересно знать, что говорят о тебе твои близкие, что ты хороший организатор. Даже вот вы живете там в своей компании, вы ходите друг к другу в гости, и когда наступает твоя очередь устраивать ужины. – Я даже знаю, откуда это информация. – Твои друзья говорят. Вы знаете, он, конечно, всех позовет в гости, но при этом, говорит, он всеми командует. Кто-то моет посуду, кто-то там делает салат, кто-то печет. Он так, как-то говорит, у него есть дар, так тебя напречь, и ты, как бы, сам делаешь и готовишь, накрываешь, термируешь, да, и радуешься. – Но у меня есть, мне все время говорят, что у меня есть какие-то способности делегирования. И я очень умею красиво делегировать, я очень подбираю хороших, правильных людей для правильной работы. Это у меня такое, правда, есть внутреннее ощущение. Вот я могу сразу прочитать, что у тебя лучше всего получится, и я тебе дам это задание, и ты будешь делать так. И еще у меня есть какие-то вот, ну, я же очень много изучал это все эзотерики, тра-та-та, вот. И у меня как раз-таки есть тот геном, да, можно так сказать, та функция, которая, если я что-то прошу сделать, то почему-то у людей это прям хорошо получается. – Мне, знаешь, интересно стало еще, что вот ты из Октау, где, ну, такой более консервативный регион, да, наверное, толпа родственников. И когда они видят тебя в СМИ, где ты в перьях, с золотом, бриллианты, как вот все-таки пытаешься отстоять свое «я»? – Я никогда не пытался ничего отстаивать, я никогда ничего не доказывал. – Ну, мама не говорила, ну, а Янчик, айнолайн вообще… – Нет. – А мама видит, что я выхожу в перьях, она говорит, ой, как классно, какой красивый, я иду, спасибо, выбегаю. Мне вот, знаешь, я вот сразу понял, я сразу родственникам сказал, вы не лезьте ко мне, я не лезу к вам своими там уставами, как мне жить, я знаю сам. Поэтому мы сразу об этом договорились, я, в принципе, мне кажется, был каким-то своего рода, наверное, таким, изгоем. Потому что я четко понимал, что я хочу. И никто мне не мог в этом помешать. – Изгоем в чем заключался? – Ну, вот про то, что ты говоришь, про консервативные семьи, в которых тебе прям навязывают свою идеологию, когда тебе навязывают сквозь призму своего восприятия, тебе люди говорят, как правильно жить. А как в такой ситуации оставаться вот ярким, в тренде, эпатажным? Иногда, когда я тебя вижу с зеленым цветом волос на мероприятиях, я думаю, что он курил вообще вчера? – А мне вот так вот в голову приходит, понимаешь, я думаю, проснулся утром, думаю, хочу волосы зеленые. И вот прям иду и крашусь. – А были такие конфликты, ну, что из-за твоего внешнего вида нам возникали рамсы? – Не поверишь, что никогда в жизни. Никогда в жизни мне никто даже ничего не сказал. – Но я слышал такую историю, что на каком-то день рождения вы были то ли в юбках, то ли что, и вышли на улицу, и проходили… – Показывал фэшн-показ. – Да, что-то, какое-то было, какое-то мероприятие, вы вышли на улицу, проходили люди, и там слово за слово, и какая-то стычка была. – В юбках мы были на одном фэшн-показе, и эту фотографию я, Сакен и Рома, мы втроем были в юбках, в то время, когда это было модно. – Сейчас я упустил этот момент, когда юбки были модными. – Ты в это время на Гуа там что-то делал. – Наверное. – Ага. – Это был фэшн-показ. Казахстан фэшн-вик, по-моему. Нас сфотографировали, эта фотка разлетелась, в общем, по всем соцсетям. И типа, вот там меня называли Пасечником, помню, но это было не обидно, мне как-то было даже смешно. И Сакена как это назвали, и Рома как это назвали. И это все ушло. Пороче, Лютоволк был в какой-то такой сайт, где всех обсирали прямо. И вот это все как-то там. Только на этом уровне. Не так, чтобы я с кем-то дрался на улице. Ну, зачем? – Ну, а как ты относишься к комментариям? Потому что вот у тебя частенько я вижу, сейчас просто прочитаю один, да. Скоро, наверное, мы настоящие мужчины выглянем, как динозавры, и вместо нас останутся вот такие гламуры типа отвращения короче. Это один из самых популярных комментариев у тебя. – Серьезно? – Это в такой фотке? – Не помню уже, но он есть. – Как я к этому отношусь? – Ну, так как много, да. Но все равно же ты получаешь за это. – Ты вот сейчас мне прочитал, даже не знаю этот коммент. Я вообще никогда не заморачиваюсь насчет этого. Я столько схавал говна, когда я занимался фотографией, что для меня это уже моя аура уже настолько… То есть моя кожа уже стала настолько жирной, понимаешь? Непробиваемой. Все, что они говорят, нет, ну господи. – Ну, нельзя же так. У нас же все равно же есть душа. Все равно есть социум. Ты выходишь на улицу, ты выходишь на мероприятия. – И? – И? – И что я должен тебе расслушать? – Ну, все… – А вот эти взгляды… – Я вообще никаких чьих взглядов не вижу. Вообще ничего. Я вижу знакомых людей, я общаюсь с ними, я трачу свое время только на них. А все, что там говорят… И я всегда всех призываю вообще не париться насчет этого. Ну, нужно быть уверенным в себе, нужно себя любить и никогда не давать себе в обиду. А почему мнение какого-то там ноунейм инстаграмщика, у которого ноль подписчиков, ноль фотографий, просто создает… Ты понимаешь, насколько это абсурдно и смешно? Когда человек заморачивается, чтобы создать фейковый инстаграм, написать тебе какой-то такой комментарий, чтобы что? – У нас общество такое, нет? Все равно все боятся показывать свои скелеты, которые находятся в шкафах. – Ну, не знаю, может быть, это их какой-то внутренний нюанс. Может быть, людям нужно как-то работать над собой. Надо жизнь все-таки проживать так, чтобы потом об этом не сожалеть. – Вот, допустим, недавно была ситуация с боксером, который написал про людей, чтобы они сдохли, как собаки. – Я это поддержал и, я считаю, абсолютно некорректным это все было. – А как ты думаешь, вообще, эта толерантность, которую сейчас мы наблюдаем в кино, в сериалах, да, все вот это… это нужно или все-таки… – Это нужно, конечно, нужно, потому что все люди равны. – Ну, это ты так считаешь. – Ну, ты же будешь мне не спрашивать? – Да, да, да. – Я отвечаю, да. – Я считаю, что это нужно, потому что толерантность, она… ну, слушай, эту ориентацию люди не выбирают. Понимаешь? Они ими такими рождаются. Это не то, что ты пошел за хлебом черный или белый берешь, понимаешь? – Ну, окей, можно же сидеть же дома, ну, как бы не афишировать это. – Почему должен сидеть дома? – Потому что общество другое. – Общество никогда не изменится. – Оно очень не готово к этому. – Общество никогда не изменится, если такая, как Нурбиби, не будет об этом говорить. – Всем привет, меня зовут Нурбиби, и я открытая лесбиянка. – От лица всего ЛГБТ-сообщества я прошу обратить внимание на гнет и травлю людей с гомосексуальной ориентацией. – Мы так и будем всю жизнь, понимаешь, геи так и будут всю жизнь бояться лесбиянки выходить из дома. Это разве жизнь? Почему мы должны бояться кого-то за что-то? Почему кто-то должен говорить, что ты собака, а он что не собака, понимаешь? Кто дает это право играть в Бога? Ведь это некорректно. У нас общество реально никогда не изменится, потому что люди, если будут молчать, что из этого выйдет? – Именно это все выходит на агрессии. Разве думаешь, будут какие-то изменения? Я должен это как-то работать иначе? – Это то же самое, что было с моей фотографией. Я первый приехал, начал показывать. У людей была агрессия. Завтра Нурбиби, сейчас она так же, как и я в свое время принимая всю эту агрессию на меня, на себе. Завтра появится другая Нурбиби, номер два, к ней уже будет относиться более толерантнее. Третьему человеку еще более толерантнее. И таких через пять-десять человек гей будут и лесбянки будут ходить по улице, и никто не будет в них тыкать пальцем. И то, что все говорят, что это пропаганда гомосексуализма. Да какая пропаганда? Ты думаешь о том, что ребенок увидит, что два мальчика целуются или две девочки целуются, он станет геем, что ли? Это же не так работает. Ну а не хотелось ли все, не знаю, здесь продать, попрощаться и уехать? Да хочется всегда это сделать. Я хочу всегда сделать этот шаг. Понимаешь, все хочется распродать и свалить нафиг. Потому что я понимаю, что мое время подходит к тому, чтобы я уже жил полноценной жизнью и ни о чем вообще абсолютно не парился. Потому что чем старше я становлюсь, тем больше я становлюсь, наверное, глубоким в духовном плане. хочу вообще свалить там на Бали, купить маленький домик с бассейном и вообще не чинить мотоцикл чужие. зарабатывать. Получается, ты хочешь уехать из дома, потому что здесь тебя недопонимают, здесь ты все равно подвергаешься какой-то критике. Нет, нет, абсолютно не поэтому. Но это же глубоко, это ранит, как бы ты ни говорил, что тебе абсолютно все равно. Ты до сих пор мне не веришь? Я хочу тебе верить, но так не бывает. Почему? Потому что ты человек, у тебя есть душа и все равно... Понятно, но с чего ты взял, что эти низкие вибрации могут меня, в принципе, сбить сильно? Окей, ладно, не комментарии, вот эти недопонимания. Потому что именно твое самовыражение, опять же, как и фотографа, до конца не принимают и не оценивают. Потому что если бы ты делал какие-то... Ну вот в Корее почему тебя приняли? Потому что они любят такое. Это ярко, это, не знаю, креативно. Это те работы, на которые обращают внимание. Здесь же не такой большой процент людей, которые ценят искусство. Но ты пойми, что я надеваю жеребцовские перья, халат с этими, и выхожу на мероприятия, понимаешь? Я встречаюсь с людьми, которых я знаю. Я общаюсь с кругом друзей, которые... Вот, понимаешь, ты живешь в своей коммунити, да, и все. А то, что за воротами вашего, ну, будем говорить, вашего городка, там совсем другая жизнь. Так я и выходил за это... Им вы не интересны, им ваши работы не нужны, но любому творческому человеку хочется больше. Мне должно быть интересно, что им интересно. Почему я должен тратить свою энергетику, свое время для того, чтобы что-то кому-то доказывать? Зачем? Я живу ради себя. Даже доказывать не надо, просто не принимают. Ну пусть не принимают, это же их право. Я тоже не принимаю это. Но я не парюсь насчет этого. То, что они не принимают, это их проблемы. У меня вообще никаких проблем нету. Я никогда, в принципе, не замарзивался насчет этого. Потому что мне, наоборот, нравится бесить этих людей, понимаешь, может быть. Может быть, меня это подогревает, может быть, я от этого черпаю энергию. А вообще, ну вот, точно никогда не получал даже в актаус за свое самовыражение? Никогда в жизни. Я дрался с пацанами в школе, из-за моих первых отношений с девушкой. Да, мы дрались. Но это было не потому, что я там как-то выглядел. Или потому, что я что-то не то говорил. Ну это смело. И я думаю, что индивидуальности они должны быть. Потому что это лидеры, которые меняют общественное мнение, вообще ситуацию. И я думаю, сейчас нас смотрят такие же ребята, которые хотят, но, к сожалению, они должны жить под трафаретом. Что ты им посоветуешь? Как меняться, как остаться самим собой? Ну, это, на самом деле, очень тяжелый труд. Чтобы к этому прийти, нужно очень сильно много работать над собой, над своим внутренним миром. И понимать, и реально знать, чего ты достоин. И никогда в жизни, понимаешь, не задумываться о том, что ты чего-то не можешь. Потому что все реально, это все возможно. И все, что происходит вокруг твоего шарика, так называемой ауры, оно не имеет на тебя никакого воздействия. И оно не должно на тебя никак влиять. Понимаешь? Вот есть человек, есть его целостность, есть его внутреннее понимание, да, вот он такой. А все остальное, это же просто, это же... Вот люди проходят и уходят. Даже если понимать, даже если тебе кто-то что-то сказал, понимаешь, ты понимаешь, что это человек, ты в первой жизни видишь его. И ты больше никогда его в жизни не увидишь. Почему ты должен быть не таким, какой ты и являешься. И поэтому, вообще, мне кажется, все это... Это все очень сложно, это все очень... Все, как я это понимаю, я просто сам к этому приходил, не быстро пришел к этому. Я тоже проходил через определенные там... И с детства это шло, там у меня были разговоры с самим собой, я очень много ходил к психологам, я изучал разные практики, я ездил там на Айаваску, там я... И в Гуа я каждый год ездил, понимаешь? Чтобы вот эту всю духовность, ее... Мы даже с тобой встречались на Гуа, понимаешь? Да, ты мне еще 500 рублей должен. Да. И вот эту всю духовность я в себе ее вырабатывал. Естественно, я не родился такими, знаешь, типа, а, вот все, там, мне на всех посрать. Нет, не так. Я это все вырабатывал, я работал над собой. Почему? Потому что я понимал, что это только моя жизнь, и она только зависит от того, куда я пойду, влево или вправо. Понимаешь? И с кем я хочу общаться, и каким я хочу быть, и что я хочу вспомнить, когда мне будет 60-70 лет. И нужно иметь, конечно, сильный стержень для того, чтобы прям не зависеть от мнения окружающего. Ведь мое же счастье, оно в моих руках. Почему я должен что-то ради кого-то, для чего-то там? И напоследок, какую, как ты представляешь свою жизнь 60-70 лет? Что ты еще, к этим годам, какие сферы ты еще попробуешь? Я вот как раз вчера ехал с подругой и думал о том, что я буду делать дальше. Я пока не знаю, и для меня это, у меня всегда это все, всегда приходит вот так вот, понимаешь, инстинктивно. Я вот сижу там, там надо, хочу бар отойдет, открываю бар. И у меня всегда, почему-то, всегда, ну, получается. Получается, нужно всегда следовать своим внутренним желаниям и не бояться рисковать. Да, это целая отдельная тема для разговора, потому что я стараюсь сейчас следовать своему истинному «я» и меньше слушать свой ум и разум. Потому что ум и разум нам даны для того, чтобы мы принимали решения для выживания. Ну, это все как бы должны знать. То есть, если ты хочешь открыть бар, и ты хочешь это открыть реально, у тебя это всегда получится. А если потом начинает включаться ум и разум, а зачем тебе бар, это рискованно, это вот надо находить вот этих алкоголь хороший, это нужны инвестиции, а еще нужно найти локацию. У тебя начинается все, у тебя уже шаги назад пошли, потому что у тебя срабатывает инстинкт самовыживания, самосохранения. И ум говорит, тебе не надо, зачем мне лезть туда, ты нормально двигаешься, что ты сидишь дома, все хорошо, кушать есть, хлеб есть, все, не надо тебе бар никакой, понимаешь? И я с каждым разом, чем старше станусь, тем больше я слушаю своего внутреннего «я». Если я хочу что-то делать, я это делаю, у меня это получается. И я даже принимаю решение, понимаешь, вот ты мне звонишь, говоришь, я хочу там интервью записать, я говорю «да». Я же тебе сразу сказал «да». Да. Все. А так бы, сейчас бы сидел бы, думал бы, ой, блин, не знаю, отдель, что-то сейчас насчет вопросов, какие-то, может быть, такие, с подковырочкой, понимаешь, типа, на всю страну сейчас об этом я буду говорить. Зачем? Я тебе скажу, зачем мы тебя позвали. Ну, в плане того, что, действительно, мы настолько не уверены в себе, ну, вот система так создает, да, людей. Правильно, да, это выгодно. И ты такой некий пример, потому что нужно действовать и не бояться, и это здорово. И еще есть такой стереотип, что все-таки светские персонажи, они любят отдыхать дорого-богато, ездить там в Бали, Мальдивы, карантин, пока все закрыто. И мне так интересно, как ты будешь проводить свое лето? Может быть, есть три топ-мест в Казахстане, где можно хорошо провести лето и загореть, загорать. В баре Лолита, наверное? Нет, ну, это ночью. А вот, окей, семейный отдых, допустим. Знаешь, я, честно говоря, я для себя решил, что этим летом я буду пахать. Я не буду брать ни отпуска, я не могу себе подарить. Ну, а есть вообще места? У меня не было дохода два месяца. А, ну, это понятно, да. Ну, конечно, зеленый базар до зеленого базара дошел. Это уже много о чем говорит. Я сижу и должен сейчас что-то заработать, чтобы осенью я полетел на Бали. Нет, так ты мне не посоветовал. Где вы, гламурные люди, отдыхаете в Казахстане? Я слышал, что в Казахстане я не отдыхаю. Вот. Я в Казахстане работаю. Ну, надо же меняться. Вот почему ты здесь зарабатываешь, а там тратишь. Ну, потому что я привык... Я привык... Ну, я привык... Ну, я привык к определенному... Слушай, построите хороший отель, построите хороший курорт. В Актау сейчас хороший, говорят, построили. Ну... Турецкая сеть. Не знаю. Я вот пока вот такой информацией не владею. Я тебе скажу, ну, три дня стоит там свыше 2500. Ну, я хорошо, я это рассмотрю. Ну, я думаю, что я бы хотел съездить на вот этот Алаколь. На вот этот, да, вот есть такой Алаколь, да. Нет, я просто не путаю. То есть Алаколь, это который где-то там, где же... ВКО, да? ВКО. Ну, где-то там, да. Да. А еще у Алматы что-то есть, тоже не помнишь. Копчагай это называется, водохранилище. О, нет, это же... Оно же застойная вода, это же нехорошо. Угу. В общем, получается Алаколь, Копчагай, может... А, наверное, Балхаш. Боровое. Балхаш. Так Боровое под Дур-Султаном, около Дур-Султана. Ну, вот. Вот тебе смотри, давай я так скажу. Алаколь, Боровое... Балхаш. А, Балхаш. Да. Всем прекрасного лета. Это была программа без монтажа, следующий герой уже на подходе. Спасибо. Настя. Как так можно не знать родные края? Ну, потому что... Ну, слушай, ну реально не развита у нас ни хера. Рицепс построили мокдау. Да. А, ну вот. А, чтобы ты вырезалась программой? А чё? Чё бы не вырезалась нормально? Чё ты лишнее сказал? Нет. Абсолютно. Ну вдруг что-то тебе не понравилось нам тогда. А я прям представляю, какие будут у нас комментарии. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok